Hello, друзья мои, добро пожаловать в игру The Sims 4. И сегодня у нас будет вторая часть радужной тематики в университете. Вчера, в прошлой серии, мы с вами создавали радужных студенток Мус. И я решила, что для них нужно построить какое-нибудь необычное общежитие. Поначалу у меня вообще была совершенно другая идея, но я решила, что надо как-то это все обыграть интересно и необычно. Я вам сейчас расскажу вообще, что стояло за этим проектом, как он вообще реализовывался и как долго я пыталась с ним справиться. На самом деле, так смотришь, вроде бы ничего сложного. Но затем я решила, что надо с одной стороны у нас семь студенток. Раз у нас семь студенток, то нам нужно семь комнат. Семь комнат. Семь комнат это круто, у каждой своя отдельная комната, у каждой должен быть туалет, душ. И вообще общежитие должно быть необычным, поэтому рекомендую досмотреть ролики до конца, потому что в один определенный момент у Таши поехала крыша, она решила все переделать. Ну, в общем, вы все увидите, вы все поймете. Итак, сейчас вы видите, что сверху наши комнаты похожи на алмазики. Да, Даша решила, что раз у нас студентки-музы, они вот такие вот все необычные, у них есть сверхъестественные способности, им же не жить в обычных комнатах. Поэтому я решила, что они должны жить в таких вот бриллиантовых алмазных комнатах. Самая была большая проблема подобрать размер этой комнаты, потому что вот в этом алмазике, я их даже решила немножечко, знаете, так вот стилизованно нарисовать грани, то есть, чтобы было, в принципе, понятно, что это действительно алмазы. И, кстати, очень хорошо, что у нас появилась возможность увеличивать колонны. Да, ребята, вроде бы мелочь, но приятная мелочь. Кстати, если вы не знаете, как это делать, у меня есть обзорчик на канале касательно последнего обновления, где я там все это показываю. Так вот, вроде бы мелочь, но приятная, потому что мне нужны были грани для наших алмазов. Ну, вроде бы сверху мы нарисовали какие-то полосочки, но это полосочки сверху, а нас интересуют все-таки еще и боковинки. Да, один минус. Вроде бы вот мы сейчас смотрим, и колонны торчат. Они не очень красиво выглядят, но иногда приходится с этим смириться. Кстати, да, я для вас подготовила еще интересную постройку, и там вообще будет у вас дико пригорать от того, как Симс-4 иногда не очень красиво отображает в строительстве лестницы. Там у меня самой дико горело, и я вам это все расскажу. Я вообще сегодня перебирала свои строительные всякие постройки, в общем, короче, строительные ролики. Я там столько роликов нашла, ребята, мне уже становится страшно. Во-первых, да, я знаю, мне уже писали, Даш, где Винкс? Даш, почему вышли музы, а не вышел ролик с Винкс? Свинкс. Свинкс. Ладно, не будем. У меня просто очень хорошее настроение, поэтому могут быть какие-то странные немножко ассоциации, поэтому не обращайте внимания. Тем более, что на этот ролик я потратила столько времени. Но вот эти алмазики, кристаллики, что вы даже не представляете. В общем, короче, Винкс будет, да-да-да. В ближайшее время я надеюсь, что я займусь озвучкой Винкс, потому что я вам сразу говорю, я не очень довольна этими персонажами. Они мне не очень нравятся. Я их пыталась отточить до максимума, но, блин, блин, Винкс, вы хорошие девчонки, но, блин, Симс 4 не всегда хочет делать так, как я хочу. Короче, про Винкс поговорили. Проекты с Life is Strange у меня запланированы. Кстати, да, давайте сейчас, знаете, какой еще проект обсудим? Да, у меня еще есть постройка уже. Я для вас подготовила Симс 4 базовая игра и университет, какой можно построить дом. И, кстати, вот вроде бы мебель добавили в большом количестве, но когда ты начинаешь строить чисто базовая игра, плюс чисто без каких-то допов дом, ну, то есть университеты базовые, ну, мне не очень понравилось то, что получилось, потому что мне кое-чего не хватало. В общем, я вам покажу в отдельном ролике. Потом у меня тоже есть базовая игра с еще одним набором. У меня для вас есть еще один дешевый домик. У меня есть еще всякие издевательства над моими мозгами. В общем, короче, кстати, эта общага тоже вышла издевательством над моим мозгом, но это вы все дальше увидите. Касательно нашего проекта с Гриффиндором. Да-да, недавно у Даши на канале был стрим. Точнее, 4 дня назад. Даша вдруг в голову ударила, что раз вышел университет, и до этого вышла магия, то надо совместить это все и сделать Хогвартс. Ну, нет, мы Хогвартс не строим, не переживайте, к сожалению. Точнее, как, Хогвартс-то мы уже строили, но его разыграть не получится. Вообще, представьте, вот идеальный университет, ну, в смысле, дополнение в университете, вы можете построить свою школу, вы можете делать свои уроки, вы можете сами строить вот общежитие в этой самой школе. Эх, мечты-мечты. Ладно, не будем мечтать. В общем, короче, это было бы в идеале, но, к сожалению, Хогвартс мы построить не можем. Ну, точнее, мы Хогвартс строили, но мы его сделать школой не можем. Так вот, я что решила? Я решила, что, ну, если вдруг вы пропустили стрим, хотя я рекомендую вам посмотреть стрим, потому что там было много чего интересного, вы можете просто фоном включить, послушать, что там было. Много чего обсуждали, много всяких тем. И вот касательно Хогвартса. Во-первых, ну, блин, современный Хогвартс, я так решила проект назвать, хотя какой-то современный, хотя почему бы и нет. В общем, в это воскресенье я очень надеюсь, что будет стрим по строительству с Лизеринской, с Лизеринского общежития. Я очень надеюсь, что у меня вдруг не сломаются все планы и не сломается план со стримом. Ребят, обязательно заглядывайте в сообщество, там все новости. И в твиттер мой подписывайтесь. Ссылка на твиттер и на мой инстаграм в описании, чтобы ничего не пропустить. Потому что если вы пропустите, то тут уж сори, моей вины нет, потому что я предупреждала. Таша вам говорила, когда что будет. Мне очень нравится, что сейчас я смотрю ролик, который строится, и он немножко подлагивает. И я вот не знаю, сейчас вы тоже видите красную комнату, или вы уже не видите красную комнату. Но я надеюсь, что лаги не слишком сильные, у меня не идет слишком сильный рассинхрон. Так вот, в воскресенье должна быть постройка с Лизеринской общаги. Я пока точно не знаю, как ее сделать. Может быть, у вас есть какие-то интересные идеи. На прошлом стриме с Гриффиндором писали ребята, что можно сделать что-то связанное с водой. И вот как вы думаете, что именно мы будем... Ну, то есть, как лучше всего с Лизеринской... Да, многие писали, что надо ее под землей, но, к сожалению, нам 74 подземные общаги не предоставил. Да, можно было бы построить под землей где-нибудь в другом месте. Это же будет неинтересно, но согласитесь, мы же хотим все-таки, чтобы общаги были в общагах, поэтому придется нам строить мажорную общагу в пентхаусе. Но вот какую именно, я пока не знаю. Мы тоже будем ее делать для десятерых персонажей. И если здесь для этого стрима я создавала Гарри, Рона и Гермиону, то для Слизерина... Ну, без Драка не будет. Я, как человек, который сейчас читает Драко, я не... Даже не думайте, Драко будет. И неважно, с кем он будет. Но у нас будет Драко Малфей. Затем мне предложили создать Асторию. Как бы, по-моему, в оригинальной развязке Гарри Поттера, в седьмой части, насколько я помню, она, по-моему, стала женой Драка. Но если вы читали Драмион... Драмионы... Ну, в общем, короче, фанфики там, где у Гермионы и Драко Роман, то Астория зачастую была девушкой Драко, и она как бы становилась между дними. И все дело... Я думала сначала Пансе Паркинсон добавить, но я не знаю. Мы можем ее сделать вообще второстепенным каким-то персонажем. И, наверное, Блейзен добавить. Мне кажется, что, скорее всего, мы как-то так сделаем. Крыба и Гойла я добавлять не хочу. Кстати, они вообще крайне редко во всех фанфиках появляются, что меня удивило. Поэтому думаю, что добавим эту троицу. Остальных может быть фоном. Я думаю, что Пуффендуй и... Или же Хаффлбаф, как его называют, или же Рейвенклоу, или же Коктевран, в зависимости от перевода, мы будем строить уже не на стриме, а я для вас перестрою. Потому что если мы будем каждый стрим, то есть у нас раз в неделю сейчас стримы выходят, то я боюсь, что мы с вами запаримся. Это будет очень долго. И тут у меня встает вопрос. Встает вопрос. Хорошая фраза. Как вы считаете, есть ли смысл нам действительно попробовать проект современных Оггарсов, но в том варианте, который я предлагала? То есть у нас все персонажи наши будут... Это у нас будет что-то типа челленджа, не челленджа жизни студентов. То есть мы постараемся разобрать по максимуму студенческую жизнь в Sims 4. Вообще взаимоотношения, какие у нас тут могут быть, какие не могут быть, могут ли нас выпереть, не могут ли нас выпереть. А если кто-то будет хорошо учиться, а кто-то плохо, а кто-то будет прогуливать, а кто-то не будет прогуливать. В общем, короче, посмотреть все вот эти мелочи. И мы будем играть каждый раз за новых персонажей. То есть, допустим, сначала мы начинаем с Гриффиндора. Мы целую серию играем. Мы ходим, смотрим, что они делают, с кем знакомятся, куда отправляются. Затем следующая серия у нас будет за Слизерин, например. Потом за Пуффинду, потом за Коктевран. И вот так мы будем тусить. Во-первых, будем смотреть, будет ли все-таки вражда между нашими персонажами. Может быть, они действительно там все переругаются, и у нас будет самый настоящий Хогвартс. Или у нас все будут няшки-милашки, и никто ни с кем не будет ссориться, никто ни с кем не будет ругаться, и мир, дружба, жвачка. Вот мне было бы интересно это посмотреть, тем более, что все-таки тема Гарри Поттера понравится многим. Ну ладно, всем я не буду говорить. Не все читали. Да, на удивление, оказывается, не все читали. Но опять, чего удивляться, у всех вкусы разные, я как бы не удивляюсь. Но если вы не читали, я вам рекомендую почитать. Я вот вроде взрослая тетка такая, но с огромным удовольствием, и пересматриваю Гарри Поттер, и перечисли. Вот сейчас из этих фанфиков дурацких, чтобы они были живы-здоровы, в хорошем смысле этого слова, оторваться я просто не могу. Ну вот сидишь и читаешь, читаешь и читаешь. И хочется больше читать. Может быть, конечно, если у меня вдруг появится возможность больше провести стримов, может быть, мы и построим те два общежития на стримах. Но я пока не знаю. Я пока что не знаю, потому что... Потому что не знаю. Потому что I don't know. И, кстати, да, я уже вроде бы на желтой комнате. Я все-таки постаралась как-то более-менее передать, конечно, наших мус. Если вы не видели, какая мус за что отвечает, то рекомендую вам все-таки посмотреть создание мус, чтобы было более-менее понятно who is who, кто у нас чем-то занимается. И, конечно, вот большая проблема у меня была связанная с обстановкой в плане плитки, в плане покрытия. Потому что нам нужно было сделать у каждой свое покрытие пол. Ну, вы же понимаете, желтое, желтое, оранжевое, оранжевое. А вот, допустим, не у всех оно получалось подобрать просто идеально. Мне пришлось взять вот эти светящиеся панели. Но в итоге мы их обыграли, как будто бы, ну, они же как бы живут в алмазах. Как бы алмазное общежитие. Представляете, какое мажорное. И да, я вам сразу хочу сказать, что это еще не финальный вид этого общежития. Даши вдруг захотелось сделать его совершенно странным. И, ладно, не хочу пока спойлерить. Это я сейчас на спойлерю, и будет не так интересно. Но я так понимаю, что самые непоседливые вы уже, наверное, промотали до конца. Но вы пропустили, возможно, важную информацию. Поэтому, ха-ха-ха. Это я сразу Симпсонов вспоминаю. Также по поводу построек. Сейчас я с вами хочу уже поговорить. Если у вас, кстати, да, на всякий случай напоминаю, если у вас есть какие-то интересные пожелания по поводу построек. Кстати, да, сегодня у меня под музами, если вы не увидите, ну, я же записываю ролик, как бы, вечером предыдущего дня, ну, вы же понимаете. Так вот, мне написали попробовать построить Атлантиду. Мне написали очень жизнерадостный комментарий, может, дошли. Есть в интернете фотографии Атлантиды, схемы, может, построить. И я так сижу, знаете, у меня глаз начинает дергаться при виде таких больших запросов. Нет, большое спасибо автору. Ни в коем случае. Я сейчас не пытаюсь это в негативном свете показать наоборот. Очень круто, что такие классные идеи, но я просто вспоминаю Хогвартс. Я просто вспоминаю эту постройку. Я помню, как я начала искать схемы. Знаете, вроде бы так, ну, схемы простенькие. Ты такой смотришь, типа, блин, ну, тут все на изи, и тут все на изи. Подумаешь, там башенка, тут башенка, а когда начинаешь строить, ты думаешь, не, ну, нафиг. Не хочу, не буду больше, не хочу видеть Хогвартс. Кстати, да, как думаете, все-таки нам круглые лестницы добавят или нет? Вот мне интересно, почему нельзя добавить 74 круглые лестницы. Уже квадратные вот эти PL формы нам добавили, а круглые нет. Это я просто сейчас Хогвартс на тему лестниц перепрыгнула, потому что если бы мы делали Хогвартс с вот этими лестницами P-образными, то нам, наверное, нужна была бы какой-нибудь 100 на 100 клеточек размер нашей постройки. По поводу проектов. Да, сейчас я вам еще по проектам расскажу. Династия Дисней. Да, я говорила, что она у нас будет, и она у нас будет. И я вот думаю, стоит ли вынести на стрим постройку дома для Золушки, или же все-таки вынести ее, ну, как отдельный ролик, как отдельную постройку, ну, такую, типа я вам рассказываю, как я его построила. Сначала строю, потом показываю. По поводу Сулани. Да, к сожалению, там этот баг, и вот этот баг, кстати, который я рассказывала по поводу того, что вы подгружаетесь в каком-то... Вот я заметила, на какой момент он происходит. Допустим, вы играете за семью. В общем плане, я вам сейчас расскажу. Вы играете за семью, и хотите, например, с ней отправиться в бар. Вы выходите на карту, выбираете, кликаете «Бар отправиться», и неважно, вы отправляетесь один, или вы отправляетесь с кем-то, у вас идет вот эта загрузочка с ромбиком, и вас выбрасывает на... список всех миров. И ты вроде бы заходишь обратно, ты заходишь к семье, ну то есть, как бы ты вроде как играешь за эту же семью. Но затем ты опять пытаешься переместиться, и тебя опять выбрасывает на карты. И ты ничего не можешь сделать, пока не перезагрузишь компьютер, компьютер, игру. И это было у меня Сулани. Почему? К сожалению, Сулани пока у меня под вопросом. Я, может быть, постараюсь снять коротенькую машине, мой это будет финал этой истории. Потому что все-таки игра, ну игра, сама задумка у меня с вот этим проектом была достаточно интересная, не буду спойлерить, но то, что меня так игра как бы подвела, то, скорее всего, придется это, наверное, переснять в виде машины, но это, наверное, будет просто проще, потому что если у меня все время, все время, все время будет лагать, то это будет дико бомбящая штука. И по поводу острова. Да, кстати, остров, оказывается, уже почти подходит к концу. Я там уже успела доснять еще парочку серий, мне, наверное, осталось одна или две серии, и все, уже финал. И я вам хочу сказать, что, скорее всего, будет хэппи-энд. Ну, я очень надеюсь, что у нас будет хэппи-энд, потому что, вы же помните, у нас тут иногда кто-то умирает. Я, кстати, вам сейчас небольшой такой спойлер-угар расскажу. Вы же знаете, что, кстати, да, на этой неделе должна выйти Бейли, Бейли Вуд, секреты. И, кстати, да, это вот кто посмотрел этот ролик, тут молочага, тут, во-первых, лайк должен поставить, обязательно поддержать видео лайком, а, во-вторых, узнает всякую интересную инфу. И я пока, пока еще Бейли Вуд я не досняла, я еще не закончила, я его как раз на моменте разработки. И я снимаю серию. А там же, вы знаете, сейчас зима у нашей Бейли. Я снимаю серию, а там же же до машинема, то есть, как бы ты за персонажами особо не должен следить, тебе надо снять видео, ну, то есть, машинема. Я что-то играю, играю, вроде бы я всем отключила эти самые падения их потребностей. Я записываю, записываю, тут мне вылазит табличка Бейли Вуд умерла от переохлаждения. Она у меня успела уже умереть. Я так сижу, ну, прекрасно. Персонаж, главная героиня уже успела умереть. Нет, не переживайте, у меня это сохранение не сохранилось, я его потом закрыла, но, блин, это было так угарно, то есть, у меня главная героиня, которая теоретически должна всегда быть живой, здоровой, Бейли Вуд умерла от переохлаждения. И ты думаешь, блин, причем на удивление, кстати, что меня удивило, она умерла от переохлаждения в теплой одежде. Это странно, на мой взгляд. Ну, в смысле, одежде для зимы. Кстати, я уже добралась до фиолетовой комнаты. Тут у нас будет жить наша девочка, 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 звездная девочка, ну, в смысле, наша фиолетовая муза, которая любит очень космос, такая вот вся романтичная, красивая, и которая думает только, может быть, она, кстати, тоже хочет там, какого-нибудь сказочного принца из каких-нибудь далеких планет, я даже не знаю. И, кстати, да, если хотите, я могу залить вам эту общагу, эту общагу в общую, ну, короче, в галерею. Я не знаю, может быть, вы ее как-то прикольнее перестроите, потому что я, конечно, ее постаралась построить, застроить, но я не использовала никакие сисихи. То есть, допустим, в этой общаге я даже не пользовалась полочками, чтобы максимально, конечно, ее не забивать, потому что я понимаю, наши персонажи вообще никак не смогли перемещаться. Очень маленькие комнаты получились. Я их старалась максимально как-то заполнить, и вот, кстати, с фиолетовым цветом в Sims проблемы, потому что я, когда выбрала ванную, ничего не было фиолетового, вот вообще ничего фиолетового, все было какой-то, видите, розовый, такой вот пурпурный, лиловый, но не тот цвет, который нам нужен, поэтому, к сожалению, и, кстати, с голубым, в Sims 4 есть синий, как вы знаете, тут нет оттенка голубой, ну, то есть в фильтре есть синий, и тут часто вот этот синий, он такой скорее более синий-зеленый, такой даже не синий-зеленый, а скорее цвет морской волны, бирюзовый, поэтому тоже там приходилось играть, и, кстати, мы уже, между прочим, перешли к самой общаге, потому что я строила-строила комнату, и потом понимаю, так, стоп, комнату мы построили, а как бы основная часть тоже должна быть построена. Ну, и я решила отталкиваться от нашей, если вы не знаете, у меня на канале есть ролик, который собрал очень много просмотров, ролик называет, то есть вы его очень быстро найдете среди популярных, мы строили дом-облако, радужный дом-облако, мне, кстати, эта постройка, по-моему, дико понравилась, я над ней тоже достаточно долго сидела, и я очень рада, что ребятам она понравилась, мне очень нравятся подобные постройки, кстати, напишите в комментариях, хотите ли вы больше таких вот необычных, может быть, у вас есть какое-то пожелание, мне уже недавно писали построить дом-пироженку, может быть, вы хотите дом в какой-то форме, то есть в форме чего-то, мне это очень нравится, я понимаю, что оно, конечно, может быть неживабельно, ну, хотя в такое общение я бы поиграла, мне чисто интересно, как тут вообще персонажи, смогут нормально жить или не смогут, ну, я думаю, что смогут, и я люблю подобные постройки, да, конечно, здорово построить классическое общежитие, ну, вот мы как с Гриффиндором строили, со Слизерином, но иногда хочется чего-то такого вот невероятного, а вдруг кому-то надо, а вдруг кто-то хочет что-то подобное построить, и я с удовольствием поделюсь, и, может быть, ну, действительно вас вдохновит на что-то интересное, поэтому, welcome, пожалуйста, пользуйтесь, если вы переделаете, то поделитесь вашим результатом, у меня в группе ВКонтакте, кстати, группа указана, ссылочка на группу указана в описании, поэтому, welcome, ну, во-вторых, двойное welcome, ну, и, конечно же, присылайте фотографии и скриншоты ваших построек, действительно было бы интересно глянуть, и тут вот этот тот момент, когда Дашу понесло, Даша зашла в режим отладки и увидела кристаллы, но, к сожалению, как вы помните, кристаллы нам добавили только фиолетовые, но вообще у меня всегда фиолетовый цвет ассоциировался с магией, с чем-то волшебным, не знаю почему, ну, может быть, я такой вот странный немножко человек, но у меня он ассоциировался с чем-то волшебным, к сожалению, это, по-моему, с миром магии нам кристаллы пришли, они пришли только фиолетовые, в идеале, конечно, если вы хотите прям вот сто процентов сделать прям супер-пупер, это мне, кстати, сейчас пришла идея в голову, вы можете брать кристаллы, которые у нас доступны, маленькие такие вот эти кристаллики, и вы можете их увеличивать, и, соответственно, с каждой комнаты, со стороны каждой комнаты, допустим, вот голубые добавить возле голубых, синие, оранжевые, ну, то есть совсем застроить, но я решила добавить фиолетовые, якобы как, ну, вот волшебные кристаллы, которые охраняют, ну, как, защищают нашу, наше общежитие, от вмешательства посторонних сил, и, кстати, да, я решила радугу добавить, ну, вот наши девчонки, здоровайтесь, вы их не помните или не видели, это наши девочки, наши будущие студентки, кстати, мне писали, что красненькая, похожа на розу из Титаника, и что-то вот между прочим, и, кстати, да, мне отмечали ребята, что голубая и фиолетовая дамочки у нас, вот, кстати, наше общежитие, оно смотрится странно, и, ребят, не спрашивайте, что умное двигало, когда я решила сделать такую общагу, ну, ну, можно же иногда, так вот, почему-то голубые и синие у нас всегда темнокожие, и, ребят, я вам честно скажу, я всегда делаю с помощью кубика, я беру перса, кубик, следующий создаем перс, кубик, один раз нажимаю, и они всегда получаются такого цвета кожи, я не знаю, что это, почему так, но вот так, кстати, у нас немножко тут кристаллики торчат, и это можно обыграть, как будто бы, ну, они у нас вросли в потолок, в потолок так вот, поддерживают купол, блин, я вот понимаю, что я хотела бы увидеть эту общагу с кристаллами разных цветов, вот теми, о которых я говорила, я, кстати, каждой девочке решила добавить по маленькому кристаллику соответствующего цвета, и это наша первая красная девчонка, вот такая общага, у нее же, между прочим, так, чувак, ты что тут забыл, ты что тут делаешь, вали из нашей общаги, вот видите, у нее кристаллик стоит, у каждой девочки кристалл есть в комнате, и мне кажется, что можно было бы все-таки попробовать с ними поиграться, и их использовать, собственно, в оформлении нашего общежития, то есть вокруг именно вот соответствующего цвета разместить, но я не знаю, напишите в комментариях, как вам такая идейка, мне нравится и с фиолетовым, далее, оранжевая, и у нее есть велик, она у нас, по-моему, любительница танцев, ну, такая тоже активная, веселая девчонка, я думаю, что она очень любит кататься где-то, куда-то она поедет, на какую-то вечеринку, и же надо на чем-нибудь добираться, и это ее ванная комната, ванная комната, я делала всем одинаковые, потому что, ну, это как бы ванная комната, они там не будут, не смогут ничего передвигать, здесь, допустим, они мебель могут подвинуть, а ванной, как они что, шланги вырвут, или еще что-нибудь, поэтому я решила, что пусть будут такие, желтенькое, кстати, напишите в комментариях, чья комната вам понравилась больше всего, потому что я не могу сказать, чья комната мне понравилась больше всего, мне нравятся все комнаты, я, в принципе, никогда не выделяю какую-то одну, что она мне прям вот очень-очень нравится, я не отталкиваюсь от цвета, я скорее даже отталкиваюсь от размещения мебели, поэтому напишите, пожалуйста, в комментах, какая комнатка вам понравилась больше всего, это наша зелененькая девочка, которая занимается историей, она у нас историк, она археолог, и она много ездит, много путешествует, у нее есть всякие там сувенирчики, что-то с поездок, ну, то есть всякая такая мелочевка, голубенькая, вот у голубенькой, кстати, очень заставленная получилась комнатка, я постаралась всем делать разные комнаты, вот у этой, видите, у нее там свой уголок, где она может работать, телевизор, и, кстати, да, у нас тут уже несколько человек успело поселить, смотрите, чувак с ушками, ооо, какой ты мимишный, хотя нет, ты не мимишный, ты чуть не улыбаешься, у нее тоже всякие украшения, всякие вещи, и такая вот веселенькая, яркенькая, голубая ванная комната, чапаем дальше, так, проходим, проходим, кстати, да, я решила синюю, то есть она у нас размещена в центре, но чтобы у нас хоть какая-то была симметрия, это, между прочим, их кухонька, я не знаю, кто из них будет первый готовить, но, думаю, кто-то у них по какой-то очереди, этот глюлюк, сори, ребят, ну, вот это вечная проблема, когда мы смотрим на всякие комнаты, квартиры, поэтому придется нам с ним смириться, синяя, ярко-ярко синяя комната, тут у нее, к сожалению, пришлось немножечко поменять мебель, потому что синяя и голубая, как вы помните, это один цвет в 74, у нас нет цвета голубой, поэтому пришлось все-таки синий взять немножечко другой меблировки, эта часть у нас скорее полурабочая, полуотдыхная, то есть там отдыхная, в общем, для отдыха, а это фиолетовая, видите, звездочки, всякие украшения, это значит, что наша девочка любит космос, она очень любит все связанное с космосом, я тут решила даже ширму и повесить, тут она может посидеть, телевизор посмотреть, у нее всякие картинки, украшения, она любит музыку, иногда она может какие-то мелодии поигрывать, ну и здесь у нее ванная комната, которая, блин, но она фиолетово-розовая, ну, сори, ребят, ничего не могу с ней сделать, к сожалению, фиолетовый цвет, если, кстати, да, я все это строила без сиси, поэтому с сиси там было бы все гораздо проще, но, увы и ах, пришлось использовать, ну, я решила, как обычно, строить без сисишек, ну что, вот так немножко странно выглядит наше общежитие, я решила добавить радугу, раз у нас радужное, кристальное, алмазное общежитие, как вы видите, сверху видна форма алмазов, комнат, ну и видно вот эти магические кристаллы, которые защищают наших девушек, которые, возможно, следят, чтобы никакие злые силы не пробрались к нашим узам, ну и, конечно же, повышают их магические способности, я надеюсь, друзья мои, вам понравилось, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, на колокольчик, нажимайте и делитесь этим видео с друзьями, чтобы они тоже увидели, какие интересности мы с вами делаем, надеюсь, вам понравилось, до скорых встреч, чао, какао, хорошего настроения, пока-пока!